и снова здравствуйте всем привет значит в чем вопрос этого ролика стандартные персонажи это значит понятно да как там все дело будет происходить вот другой персонаж другая прическа большая голова какие-то выступающие у него части вот именно плечевой пояс вы видите что тут как бы сделано ромбом вот такая шестигранник или восьмигранник потом что маленькие значит ноги ну и все квадратно гнездовое как это все будет при анимации выглядеть и как будет выглядеть рик давайте попробуем разобраться как значит что здесь есть здесь у нас присутствует значит отдельно прическа отдельно голова для чего голова отдельно сделано для того чтобы я мог ставить кость и хоть как-то и значит здесь руководить чтобы вот это то тело значит не взаимодействовал с головой и не тянуло весами вот эти вот части но остальное вот эту часть уже цельная можно конечно было сделать и куртку отдельно но здесь нет смысла ну вот на примере вот этого вот этих деталей давайте рассматривать так хотелось бы ответить на вопрос почему у меня вот именно прическа отдельно голова отдельно давайте посмотрим вот так выглядит персонаж забрать и вот такие у него вы видите что множество отдельных саптулов плечи ноги тело и так далее значит нужно это все объединить давайте я вам покажу на примере допустим головы находим значит что у нас тут челюсть опускаем все это дело вниз по саптулам ну я так делаю чтобы не путаться просто бывает сначала одну деталь делаю потом допустим у головой начинаю заниматься а ну как и саптулы в разброс идут непонятно где они потом находятся вот это не есть год так вот это у нас значит веки верхняя часть тоже опускаем до низа ну а теперь идет лицевая часть это тоже опускаем мы объединяем делаем merge down merge down так shift левая кнопка мыши жмем на глаз отключаем видимость ненужных саптулов оставляем один саптул делаем ему склейку вот этих деталей потому что здесь получается разные поле группы и вы видите что разная сетка здесь утреска была здесь уже трисы здесь квадры и так далее делалось все с примитивов делаем этому делу значит склейку дай на мэш все это дело теперь слепилась получается у нас одна полигруппа если control shift нажимать то увидите ничего не отделяется это уже один мэш так следом какая происходит ситуация делаем дубликат переключаемся на верхней саптул делаем геометрии делаем значит в мэш выбираем именно тот полигонаж размер полигонов которые нам понадобятся больше меньше ну чтобы опять же модель не развалилась ставим симметрию чтобы сетка делала симметрично и жмем в мэш вот вы видите что сетка пересчиталась как это теперь все дело выглядит отключаем нижний саптул и в принципе ничего так не развалилась две тысячи с лишним полигонов можно даже еще поменьше делаем control д добавляем полигоны дивайды и теперь делаем projectile нажимаем да все нижний саптул нам теперь не понадобится работаем с верхним заходим в плагин и ювимастер находим world on clone вот такой получается белый значит объект за плагин нажимаем он идет быстрый пересчет после 2000 полигонов это маловато очень быстро считает мы следом что у нас получается нужно копировать ювишку вот эту вот раскраску и ее значит как бы припаять прикрепить паст ювей следом заходим в ювимастер так смотрим можем посмотреть именно развертку как все это дело развернулось ну и прикрепляем привязываем это все дело к файлу new from polypaint ну чтобы у нас были какие-то если есть детали здесь детали нет в принципе normal map можно сделать normal map уменьшаем на первый уровень подразделений и заходим вниз находим normal map жмем крит normal map клон так nm появляется она в боку здесь вот в текстурах заходим в текстуры если мы экспортировать будем все это дело в блендер то конечно лучше все это дело перевернуть клипы чтобы там она нормально ну как никак ногами прикрепилась следом нажимаем на normal и экспортируем то место куда нам надо формате лучше png переименовываем допустим пишем normal map и что это такое так но это мне не понравится но вот такой процесс происходит со всеми деталями те которые вам нужны нужно руки также отдельно сделать там ноги отдельно и тело отдельно и разбить все это дело по отдельным частям уже ювишкой то идем опять в блендер и так теперь блендер нажимаем сейчас я по новой подключу все это дело нам понадобится то значит объект у нас не нестандартный выбираем прическу и поднимаем ее кверху так расскажу для чего процессе будет понятно уже поднимаем кверху голову чтобы между ними было именно промежуток оставляем тело уже отдельно так тросточку тоже в бок все это нас теперь должно устроить и заходим добавляем с добавляем арматуру single gone объект видите у меня большой поэтому можно в принципе кость нормально выглядит но по размеру давайте сделаем ctrl z лучше прибавлять размер значит в edit mode чтобы косточку видеть впереди персонажа заходим вот бегущий человечек называется with date subproperties и для for display нажимаем in front все теперь кость выбрана заходим в edit mode английская а нажимаем если нам нужно ее всю выделить если нам нужно вверх подвигать то выбираем ну как тут получается называется это низ оказывается а вот здесь вот вверх не знаю почему низ не сверх считается вверх низом ну и вот так это дело все прочитал так теперь смотрим вы видите что у нас ноги где прикреплены вот здесь и чтобы ломки не было это все таки куб поднимаем повыше значит нашу косточку для чего для того что я хочу здесь снизу еще поставить кости чтобы они держали вот этот объем и не давали вверх вот этой тазовой кости ломать значит нам всю форму нашего персонажа уводим ее подальше в мэш где именно присутствует так наверно так будет видней переключусь на значит рэндом ну вот чтобы уходила именно в мэш так теперь предмет у нас срезанный и получается персонаж гнутся не будет он будет ходить ровно значит нам дополнительные кости здесь ставить не надо будет можно обойтись одной косточкой то бишь вот это мы оставим на все тело так это дело такое есть следом отводим е ключицу обязательно вот таким вот образом и ставим стараемся и поставить именно вот по каунту и вот вопрос такой гнутся где будет рука в принципе сгиб руки должен быть у этого куба вот где у меня находится курсор но тогда вопрос будет состоять о чем а как же все это дело значит обыграть ну по давайте попробуем первый вариант сгиб будет идти значит наверно будет идти по вот этой полосе по этой полосе это будет отключиться от отключаемые альт пи пиртен подсоединяем от этой кости и через шинт для вас мокомыш и вяжем опять же косточки таза тип оффсепт ну а теперь пробуем это дело обыграть значит е выводим линию сгиба на край этого куба потом выводим еще одну косточку на сгиб ну на край вот этого куба ну где то так семерка на нампаде и давайте дадим ей понять где у нее будет находиться именно локоть куда ей нужно будет гнуться ну как-то так-то ну да как-то так-то теперь е вытаскиваем управляющую кость альт пи клея пером отсоединяем ну а теперь нелюбимое мое занятие это выставлять кости значит косточки для кисти руки и тут вот опять же вопрос чем одна кость хватит или нет если у вас более реалистичный персонаж то желательно здесь добавлять несколько костей как это должно выглядеть да давайте g уменьшим вот эту косточку и от нее тогда вытаскиваем несколько костей для чего чтобы вот этот ладонь стала более такая гибкая подвижная если у вас вот такой вот вариант и он вас не устраивает то можно сделать альт пи клея пером подсоединить все эти косточки сделать с и допустим поставить эти кости уже подальше вот таким вот образом и здесь альт пи клея пером с английская и g так я букву говорила что нажимаю не включил так теперь все видно все забываю за нее так это косточка пусть будет привязано вот это на эти кости выбираем через шифт и вяжем как основной да он толпе и по все первой кости так мы видим что косточки чуть-чуть по уходили и нужно их немножко теперь подрегулировать чтобы они не не вылазили за пределы кисти варианты кисти значит много но есть кисти которые вообще неудобно значит выставлять почему вот если я сейчас вы вытянул кости увидите что она попала в кисти именно ну почти точно да и теперь мне нужно просто выбрать эту кость и подразделить ее правая кнопка мыши следом еще одну кость можно подразделить g подставить косточки туда куда надо где-то что-то подровнять уменьшить вот таким вот образом на и вот получилось у нас уже значит связка для пальцев чтобы не заморачиваться можно теперь сделать семерку на ампаде выделить вот эти кости сделать шифт и и перетащить их допустим вот сюда здесь немножко подрегулировать также немножко подкорректировать и уже кость у нас считай попала куда куда надо ну в смысле вот эти вот палец он уже стоит в мэше за исключением если где-то чуть-чуть подправить меньше гемора ну а вот эту косточку так вот эту косточку привязать к этой ctrl-P и полсет следом выбираем опять же вот эти кости семерка на ампаде шифт перетягиваем здесь уже палец уходит чуть вбок мы его подтягиваем поближе к этой кости к управляшке и уменьшаем вот эту кость где ноготь идет и опять же эту кость вяжем теперь к другой кости ctrl-P и полсет так теперь выбираем еще раз делаем 6D опять же подставляем теперь нам нужно немножко перекрутить G подставляем и здесь уже мизинец его нужно сделать поменьше ну и вот эту косточку вяжем к этой кости ctrl-P и полсет для чего я вяжу вот эту кость к этой кости если эта кость у нас ввелась как родительская как она называется родительская и я ее буду вот сейчас вот поднимать вы видите что все здесь сцеплено но так как я ее копировал здесь у нас кость отвязана видите и чтобы в будущем когда будет делаться анимация я мог значит крутить управляющие кости вот этой и вот эти пальцы у меня не подпадали ну чтобы они за что-то держались короче я их приклеил вот эту костечку приклеил к этой ну по простому так сказать так здесь у нас корректировочка здесь тоже можно немножко подкорректировать но в принципе все есть руб так с этим делом разобрались но теперь вот эту кость то мы отвязывали ее нужно вот эту косточку которая привязана к их привязать к управляшке потому что вот эта управляющая кость она будет руководить сгибом и работой вот этой кисти ctrl-p и pop-t так и вот что я забыл здесь уже попроще да нужно сделать отдельный палец ну давайте сделаем shift-d дублируем вот эту костечку забыл я за большой палец и повторяется то же самое только теперь здесь будет деление на две кости фиолев так и это дело G поправляем ну в принципе этот кисть чуть поглубже можно завести но в соответствии с мышцами кисти вот такой внешний вид у нас должен получиться теперь мы вяжем вот эту косточку вот к этой кости ctrl-p и pop-t так парденки не к этой кости а вот к этой управляшке ctrl-p и pop-t так теперь разбираемся с ногами тут еще в чем проблема будет если сейчас начнется гнутся рука то у нас будет тянуть вот эту часть где карман ну вот эта вот полоса да и мы теперь добавляем сюда дополнительные кости это можно сделать двумя вариантами сделать здесь вот такую елочку которая отобьет вот эти веса допустим вот так потом вот так вот здесь как-то до края вот довести но у нас большая площадь и здесь это дело не прокатит на человеческом теле это бы прокатило а мы сделаем по-другому перевернем тройка на нампаде сделаем e выкинем большие кости alt-p clear parent g подставим их именно вот сюда чтобы они держали вот этот край вот эти ребра чтобы тут вот эта кость вот эта кость чтобы на них не влияла ее можно даже еще выше поднять и здесь поставить ну не одну допустим а все две кости потому что он будет приседать и в принципе тут не столь важно будет так вот эти части еще давайте подальше вытянем ну чтобы все он захватил вот эта часть чтобы захватила все вот эти вот края пусть побольше будет мы их потом скроем именно другим видом костей ну и все делаем подставляем значит косточку стройка на нам паре g значит по кителю ну пусть она тут побольше тоже будет но она весами возьмется все равно и вот смотрите косточка установлена и вот эта установлена и вот эта все здесь будет двое ну как у каждой кости вот этой будет назначены свои веса и получается если будем сгибать руку то вот эта кость назначенную своими весами она не даст ломаться вот этому карману возможно будет ломаться вот эта где-то часть подмышкой но это сейчас тоже попробуем обыграть так теперь главное сделать ноги так это значит у нас е вытягиваем кость alt p clear parent и подставляем к ноге вот сюда находим где у нее будет допустим линия сгиба ну я наверное проведу все таки это вот по этому типа кубу но он уже по-моему не куба ну потому что вот такая ретопология автоматическая и вот так все это дело выглядит так это будет нога стройка на нампаде подставляем к ноге сделаем ей ориентир именно чтобы нога поняла где у нее будет колено и делаем е косточку уводим вниз вытягиваем следом от этой кости можно еще вытягивать косточки для управления стопой но опять же смотрим где у нее будет линия сгиба чтобы ну как все таки он квадратный и тянуть по любому по любому стопу control p соединяем управляющую косточку и ее нужно привязать вот к этой кости значит к стопе control p и полсет так чтобы нога не уходила куда не надо нужно вытянуть еще косточку для ориентира косточку подсоединяем выводим ее вперед и вяжем опять же к этой косточке стопы control p и полсет ну вот и все так что тут еще может нам помешать а помешать нам может если насчет вот этого косточка она за собой тянуть этот скант одежды и получается нам нужно теперь кто это на нампаде вытащить косточку alt и клея и отбить вот этой костью значит вот эту часть чтобы здесь назначили сверху можно даже еще чуть-чуть ее завернуть сюда для будущих допустим движений если будет двигаться голова мы сможем вот эти кости вот эту кость потянуть и будет видите растягивается вот этот воротник так ну для управления можно еще более чтоб прикольно было еще можно е вытянуть вот сюда косточку сделать alt и клея так стройка нам паре из нее давайте еще е и все одно вытянули нам кости жалкость это нужно тоже отсоединить чтобы мы могли этот уголок двигать отдельно только вяжем кости из которой мы ее вытащили так смотрим проверяем что у нас может пойти не так для вот этой косочки для батика добавим косочку отдельно а вот для головы теперь вытаскиваем кость е так не есть good криво вылезла она вытащим туда с центральным е alt п clear parent и вытягиваем ее на голову можно больше сделать в принципе веса все равно даже если будет маленькая веса все равно значит ну вот эта голова будет у нас отдельно нам этого не надо мы эту голову должна привязать к телу ctrl p и по все так следом из головы мы вытаскиваем еще одну косочку alt p clear parent и вяжем ее ну к парику но тут вот какой косяк вы видите что здесь ничего нет и весом могут просто не привязать парик вот это вот ну тогда это дело не проблема мы просто эту кость подвернем вот так подставим вот таким вот образом чтобы она зацепила здесь парик и даже заднюю стенку вот есть ну и все и вяжем ее голове ctrl п и ну вроде бы персонаж готов теперь если что-то пойдет не так уже в процессе нужно будет добавлять костыки ну конечно вот этот вариант рукава это шиздец какой-то пирс конечно красиво я его нашел в интернете и попробовал сделать именно кубами резко и это забрасил делал файл есть за скачивание в группе ссылка на группу будет в описании можете скачать этого персонажа я его вот этого персонажа с костями уже туда выложу для ваших экспериментов ну и чтобы кто-то если интересно посмотрите как тут все значит установлено так заходим теперь вот так и вопрос в чем мы можем вязать значит отдельные кости ну допустим мы можем сделать костичку отдельно вот арматура single bone и сделать ее для головы ну так как у нас рик полностью и нам нужно связать ну допустим все вот эти части они-то отдельные они уже не связываются ну в плане какого веса не соединятся а так все привязываются к той или иной кости мы выбираем голову через шифт выбираем прическу выбираем значит через шифт левая основка мыши персонажа и в конце уже выбираем три кости жмем ctrl p и нажимаем с автоматическими весами вот автоматик все привязалось ничего не замотюкалось внизу внизу не высветились никакие предупреждения что кости не привязаны и проблема с сеткой все зашибись ну вот тупанул я значит в чем что я не сделал разворот так значит это обжиг нот теперь так это обжиг нот 3 выбираем и получается нам то надо вот эту сторону полностью все скопировать на другую сторону так опять что-то подкупляем ничего не проблема сейчас выделить пике и отключаем ненужные кости которые нам не надо чтобы присоединились вот так вот это будет дубликатом не нужно делаем shift сочетание клавы щелчок делаем правой кнопкой мыши mirror и global разворачиваем подставляем на вот эту сторону вот теперь обжиг нот выбираем можем выбрать просто раз мы уже вязали рик костям мы можем теперь просто привязать одно тело ну я привяжу как и в прошлый раз control и quite автоматик все привязалось теперь нам нужно косточку добавить на трость это будет отдельная кость хотя можно было ее сделать вместе с этим же ригом но лучше ее делать отдельно арматура с кем голубом так это значит move и здесь уже изъеживаться не надо просто нужно выбрать сделать косточку и просто здесь ее уже привязать выбрать значит нашу трость выбрать нашу кость и вяжем control p вот автоматик выжить можно привязать ее по другому заходим в выбираем кости control p просто делаем бомб теперь если мы будем поднимать эту двигать вот эту косточку то у нас будет за ней двигаться и наш вот этот бадик чтобы попасть в постмод вместе с бадиком нам нужно выбрать риг персонажа и значит косточку вот этого бадика заходим в постмод проверяем как все движутся видите трость движется control z так и вот еще вопрос в том что вот таким вот образом так я это все сохраню файлы цели ну если мы начинаем управлять типа как фики но выбираем и просто каждую костечку допустим R G вот вводим вот такая штука и вот видите такой получается косяк почему потому что эти кости я не привязал к основной кости и получается у нас отделилась эта часть а эти кости остались на месте на китере но это не проблема жмем control z control z лучше сохраняться в этих случаях почаще в принципе блендер не вылетает заходим в edit mode ну как бывает вылетает наверное если не хватает ресурсов у нас компьютера ctrl p и popset вот именно в какой кости мы вязали все и привязали в центральной кости теперь заходим в post mode и перевязывать в принципе не надо должно все заработать вот все заработало но теперь эти кости я не привязал проходим в edit mode выбираем все вот эти кости и вяжем их ctrl p и popset в центральной так же вяжем кости ног так стройка на нампаде единица на нампаде я их наверное вот эти ноги опустил косточки пониже потому что косточки маленькие ну в смысле ноги маленькие тут без разницы будет сильно они сильно гнуться не будут на то по нему эти ноги веса вот эти кости привезу тоже ноги pp pp ну и вроде бы все привязано да вот теперь все привязано и в этот раз я наверное персонажа перевезу pp толпы пусть автоматику все перевязанно выбирают теперь опять же только пости также черешить баггггг заходим в постмод и вот таким вот управлением можно тоже управлять персоналом допустим все это дело делать ну видите что да у вас не должно быть управляющих костей, вот этих, и как они должны быть соединены, полностью привязаны. Вся вот эта полоса должна быть цельная связка. Нужно, конечно, управлять и как вот каждую косточку подкрутить, но это дема. Поэтому нужно обязательно, нужно настроиться на Inverse Kinematic. Для этого и сделаны вот эти управляющие кости. Мы выбираем управляющую кость и через 6 днем на кость предплечья. Ctrl-P, Ctrl-6-C, находим Inverse Kinematic, или находим в настройках Add Bond Constrain Inverse Kinematic. То же самое. Но видите, вам тут теперь нужно название кости. Название кости находится в Name. Вам нужно найти название кости и сбить ее, значит, вот здесь, в поле Target. И, короче, получается, что это дело можно сделать, но это дема. Удаляем, отключаем. Это уже безвыходная ситуация, допустим, моя. И я нажимаю Ctrl-6-C, сочетаем клавиш, Inverse Kinematic, и увидите, что Inverse Kinematic в таком варианте. Нажатие клавиш сразу определил, что за кость, Bond и так далее. Арматограф. Назначил все дело сам. Влияние ставим на две кости. Проверяем G. Вроде все нормально ходит. Вроде бы как бы. Это сейчас уже при анимации посмотрим. Можно поставить, возможно, на одну кость. Сейчас будем экспериментировать. Следующее. Сделаем с этой стороной Ctrl-6-C, Inverse Kinematic, то же самое, на две кости. С ногами делаем то же самое. Находим управляшку и находим, пока надо себе целая кость, да. Inverse Kinematic ставим тоже на две кости. Для чего на две? Чтобы, вот именно она как бы пожиреет, вот эта крутилась. И вот видите, он плащ тянет, но не так сильно. Нужно вот эту косточку, еще косточки добавить было на вот эту полосу. Но это уже не столь важно. Просто обыграть это дело можно, ну, выставив, допустим, на одну кость. И вот она будет то же самое ходить. Но единственный косяк в тем, что я близко поставил вот эти косточки. И они привязались весами к плащу. Ну, сейчас, наверное, добавим, значит, еще кости на низ и перевяжем все это дело. Так, с этим делом понятно. G, вот плащ работает. Я могу теперь этот краешек двигать. Все зашибись. И заходим в Edit Mode. Выбираем какую-нибудь эту косточку одну, единицу на упаде, шейф D, дублируем. Она уже привязана. И можно ее поставить вот сюда на низ. Так, здесь вы, как бы вам показать, сейчас отключу видимость костей и увидите, что нога, в принципе, до задней части вот этой не доходит. Вот до вот этого канта. Ну, можно сюда поставить по маленькой косточке. Ну, на всякий случай. Маленькую косточку можно взять, просто вытянуть ее вот сюда вбок. Двигаться низ не будет, вот этот. Поэтому пусть все будет, даже пусть вот в таком примитивном варианте. Ctrl-P и pop-set. А эту косточку, она привязана должна быть, да? Вот. Если она привязана, то только вот этой планете. Ну и нужно это все дело продублировать. Так, это шейф D, щелчок, мира из глобал. И с помощью ног ровненько оттягиваем все на свои места. Так, это даже можно вот сюда поставить поближе. Так, ну и у нас еще мешали колени. Почему? Просто они, видите, близко. Их надо подальше отвести, чтобы они не привязались весами ни в какой части. Заходим в object mode и нужно все это дело перевязать. Ctrl-P, white automatic выберет. Все, теперь заходим, выбираем кости. Заходим в post mode. Ну и проверяем, значит, центральную косточку выбираем. Тинь-тинь-тинь. Вы видите, все приседает. И нигде ничего, никого сильно не ломает. Ну вот это и есть губ. Ctrl-Z. Так, теперь что у нас по голове. Убираем голову и просто ее доводим до того места, где она, в принципе, должна находиться. Не меньше, как не выше, не ниже. Вот тут где-то. Включаем видимость костей и подсадим, значит, у нас парик на нашего персонада. Bench. Следом в object mode, перешив, добавляем косточку трости, выбираем трость и подведем ее к руке. Можно ее сразу взять, руку здесь вот так все подставнуть. Использовать драйвер действия, который я показывал в прошлых роликах. Ссылку на него, на ролик оставлю в описании. Также ссылка будет на канал, на мой канал в дзене и в рутюбе. Если кому-то интересно, зайдите, посмотрите, подпишитесь. Потому что скоро, по-моему, все-таки YouTube загнется. Потому что очень много контента ушло. Прям это заметно. Раньше много было. Сейчас даже не найду тех каналов, которые я часто смотрел. Или YouTube подписался, ну, отписал меня, да. Или авторы каналов просто поударяли именно свои каналы и переехали на дзен и на рутюб. Возможно, еще на какие-то платформы. И еще какой косяк сейчас, значит, в этом YouTube, что когда вы ставите класс на какой-то ролик, и потом хотите его посмотреть именно в выбранных, да, посмотренных, то вы его там можете не найти. Он просто YouTube это как, ну, отписывает или что-то галочку убирает. Наверное, для того, чтобы потом вам этот же ролик включить как новый. Как будто вы его не видели. Со временем, конечно. Ну, как-то так-то. Так, что еще? Так, колени привязать надо. Колени вяжутся таким образом. Здесь уже через name. Так. Это, значит, object mode. Выбираем кости. И нажимаем name. Смотрим, какая у нас кость. Тут у меня 33-я, там 72-я. Значит, нам нужно вот эту кость. Привязать арматурой. Так, это к 33-й кости. Enter. Так, ногу вывернуло. Не проблема. Пробуем ставить 90 градусов. Смотрим, что с ногой. Нет, не есть good. Попробуем минус 90. Все, вот, минус 90. Все, нога не деформирована. Если минус 90 и 90 не помогает, попробуйте, допустим, 180. Знаете, разные персонажи. Я, бывает, и до 108-ти тут догонял. Так, арматура. Ну, можно покрутить просто тут ползунок. Прям тяните вот эту полоску, и она сама ногу корректирует. Так, теперь это у нас 72-я кость. Выбираем. 72. Enter. Так, это у нас тоже минус 90. Все, теперь если мы будем поднимать управляшку, вот эту G, то вот эта кость, ну, так, колено будет смотреть вот на эту кость. Если мы ее будем отводить, то у нас колено крутится. Давайте покажу, как отключил. Вот видите, что она крутится. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, ну, в принципе, что персонаж готов. Отключаем наименование. Тут еще можно заменить, значит, внешний вид вот этих костей, чтобы не мешали они какие-то скрыть, какие не будут участвовать. Это, опять же, по прошлым роликам. Ссылку кинул в описании. Так. Давайте покажу, как она меняется. Тут у меня Rig Tool установлен. Выбираем прическу. Прическа нам не нужна. Хотя, может быть, она будет крутиться. Ну, давайте ее поставим. Получился у нас такой круг. Находим крик. Ну, так. Вот размер тут. Вот такая. Такой ползунок. А вот здесь вот мы поставим 90. Значит, не тут это... 0. Enter. Значит, вот здесь 90. По осям смотрим. Так, что тут? Так, так, так. И тут, значит, не получается. Так. По оси Z у меня это все установлено. И вот по оси Z поставим 90. Enter. И чуть-чуть это все дело подкорректируем. Можно поднять даже еще это дело повыше. Вот. Планка уже. Так. Выбираем крик. Так. Уменьше. Или побольше сделать, или поменьше. И чуть-чуть корректируем. Ну, вот такая штука. Назначаем также группу. Бонгрупп. Выбираем какой цвет. Ну, пусть будет красный. Эфизм. Все. Теперь у нас эта кость мешать не будет. На голову тоже давайте такую же поставим. Кройка на нампаде. Единица на нампаде. И получается 0. Enter. Выставляем. Пусть будет красная. Или можно добавить новую группу. Добавить. Ну, пусть будет синий. Так. Те кости, которые нам не нужны, они нужны нам будут именно, чтобы они нам не мозолили глаза. Вот эти кости. Мы их выделяем все вместе. Вот так, да? И назначим им, допустим, финджеры. Так. Финджеры немножко уведем. Сделаем их. Можно сделать поменьше, чтобы они не мешались нам. И назначим им какую-нибудь группу. Ну, давайте. Пусть будет зеленая. Так. Ну, костям ориентира добавим сферы однозначные. И первая группа красный цвет. Вот. Размер им прибавим. Ну, чтоб видеть. Можно делать разноцветные. Вот одну сторону, допустим, красную. Одну сторону, допустим, синяя или зеленая. Ну, чтоб не теряться, допустим. На фоне вот красного персонажа. Конечно, красные цвета здесь будут вот на тазе. Сейчас не видны. И лучше поставить другой такой-нибудь цвет. И косточку, вот эту управляшку побольше. Ну, саму кость видеть, чтобы было ее побольше видно. Пусть будет синяя тоже. Так. Ключицы. Ну, полностью руки. Вот эти. Давайте сделаем сферами. Это значит, у нас будут сферы. Можно создавать слои вот эти вот, как их называют, формы для костей. Так. Еще одну добавим. Это пусть будет у нас желтый. Я сниму. Так. На ноги. Вот на любителя, на ноги можно тоже сферы поставить. Так. На тросе я оставлю кофель. Не. На тросе я поставлю куб. А я косточку ее не выбрал, да? Перешит. Так. Это форс-мод. Выбираем. И значит, это пусть будет куб. Уменьшаем ее в размере. Вот так, чтобы можно ее было видеть и взять. Так. Теперь, что у нас получается? Управляшки вот эти вот полностью рук. Это будут тоже кубы. Можно сделать их побольше. И опустить, допустим, или повыше, или пониже. Опустить. Но это как вам будет удобно. Назначим тоже. Пусть будут желтые. Ну, можно назначить красный. Потому что здесь цвет другой будет видно. Так. Что еще? Ну, в принципе, вот такая штука. Ну, вот эти вот косточки можно сделать, ну, тоже кубами. Только кубы теперь поменьше. Ну, вот так как-то. И назначить новую группу. И пусть такая будет. И вот мы теперь видим персонажа. И вот здесь наш риг. Вот так красиво выглядит. Так. Здесь мы тоже поставим давайте кубы. даже нет. Здесь пусть будет уже лайнеры. Лайн. И лайнеры сделаем побольше. 5. По ногам. По ногам. Значит, можно добавить тоже. Что у нас тут получается. Ну, здесь можно добавить серый. 3. Побольше. Ну, а это будет управляшки уже кубы. Ну, короче, вот такая штука. Все это делаем. Корректируем. Назначаем им. Ну, пусть будет зеленым. Вот такой получился персонаж. Давайте посмотрим, как он теперь будет работать. Значит, чтобы он работал с тростью, нужно выбирать кисть. Вот эту. И вот эту, значит, трость. Можно, я уже говорил, что можно в риг цельный это все дело строить и привязать, значит, трость к управляшке вот этой кости. И просто двигать туда одну косточку, а эта будет двигаться вслед за ней по привязке. Ну, допустим, вот G. так ничего, если вот брать, допустим, он будет руководить. Вот видите, гнется нормально. Таких переломов, в принципе, нет. Есть натяжка, но сохраняется форма прямоугольника. Ну, все нормально. Все изгод. Ctrl-Z. Плечо работает, лишнего не тянет. Можно с этим персонажем сделать какую-нибудь анимацию. Файл сохраняю и брошу его, значит, в группу для скачивания. Так, это, значит, save. И еще какое-нибудь, подождите, еще что я хотел показать. Давайте попробуем настроить, значит, вот эту косточку на Ctrl-Shift-C назначаем копию трансформации. Так. Потом, значит, inverse cinematic косточку на плечевую. Ctrl-Shift-C. Copy Location. Copy Location. Copy Location ставим Local White Parent. Local White Parent. Угу. Итак. Здесь что у нас получается? Тоже Local White Parent. Local White Parent. Как это значит? Мы теперь должны водить плечо, и оно ни пись, ничто не должно здесь ломать. Вот теперь плечо нормально, адекватно следит за inverse cinematic. Так, а если ее поставить назад на World Space, на World Space, чтобы она двигалась в мире. Ну, вот. В принципе, вот нормально. И с этого вида нормально вот смоется, если, допустим, будет, да? И с этого, вроде бы, как перекрытая вот эта ломки нету. Нормально. Ну, это вот такой еще вариант, значит, настройки. Так, значит, опять же, я его сохранял уже. Ну, это вы уже сами еще настроите, как вам удобно будет. Ну, также можно сделать, переделать голову The Brush. Файл тоже есть на файл The Brush в группе. Можно сделать рот для анимации и добавить веки, чтобы здесь хотя бы нижние закрывали, сверхние это не надо. Вот вам такая штукенка Lock, да? Ну, или добавить косточки еще на лицо, чтобы он вот этими частями, как бы, век поднимал, там, подтягивал. Ну, такая штукенка. Так, про прически. А ну-ка, давайте посмотрим, как она будет крутиться еще как-то N. Ctrl Z. Заходим в Object Mode. Находим нашу прическу. И ставим обжиг эту режим в диаметре. Выбираем кости. Заходим в Post Mode. Выбираем нашу косточку. Семерка на палец. Нет, она привязалась именно к центру, да? Ну, можно вот его вот так вот так. Смешно перекручивать парик. Раз, как будто он упал там. Парик сдвинулся, и он его вот этой рукой толкнул, и он раз такой, допустим, и такой прям раз, и он перекрутился и поправился куда надо. Вот так. Смешно, прикольно, классно. Вот на этом точно уже все с тем. Пока. До свидания. До свидания. До свидания.